В каждой большой массовой религии есть моменты, которые могли бы показаться нам дикими и ненормальными, если бы мы попросту к ним не привыкли за сотни и тысячи лет. Если бы люди жили где-то еще кроме земли, убежден узнав о процессе обрезания маленького ребенка, исходя из неких религиозных причин, они бы были шокированы и посчитали бы это диким. Среди огромных и мощных титанов христианства, ислам, буддизм, иудаизм, порой предпринимаются редкие попытки различными авантюристами и фанатиками откусить от лакомого пирога власти, которую дает религия и церковь свой небольшой кусочек. У вновь возникающих сект нет сотен и тысяч лет, пока их лидеры станут богами и появится мифология, наполненная выдуманными чудесами. У человека, создающего тоталитарную секту, нет времени на страх и долгую раскачку. Он желает стать богом при жизни. Сегодня я расскажу вам о пяти самых опасных сектах в истории. Мы, конечно же, узнаем, с чего все начинается для каждой секты, у которых изначально в учении, казалось бы, все хорошо и намерения их благородны. И чем всегда заканчивается история каждой тоталитарной секты, а конец их всегда трагичен и до неприличия однообразен. Прошу поддержать канал подпиской, а это видео лайком. Поехали! Ах да, чуть не забыл, мой друг. Если ты смотришь это видео, ты и есть настоящее сопротивление. Рад видеть на канале Нулевой Пациент. Теперь мы можем начинать. Приступим. Уважаемые друзья, многие из вас знают, что меня долго не было в эфире и не выходили мои ролики, поскольку я писал новую книгу, которая называется «Восхождение». А мне удалось это сделать. Сейчас уже происходит этап редактирования, коррекции, и совсем скоро моя книжка выйдет, вы все сможете ее купить. А сегодня в этом ролике я ни в коем случае не прошу ничего у меня покупать, моих книг, никаких донатов и так далее. Прошу вас делать всего лишь одну вещь. Моя любимая сестра, родная сестричка Евгения, а знаменитая певица Евгения Власова, участвует в знаменитом, самым популярном в стране телешоу, которое называется «Танцы со звездами». Евгения будет танцевать свой очередной танец сегодня в 21.00 по киевскому времени. И сразу после того, как выступит первая пара, я всех вас прошу отправить цифру 4 на номер 7914. СМС-ка стоит всего 4 гривны. Я вас ни о чем больше не прошу, для меня это наиболее важно. Прежде всего обращаюсь к сопротивлению. Спасибо вам огромное. Я коренной киевлянин. Я родился, жил и живу здесь всю свою жизнь. Когда мне было 8-9 лет, гуляя по родным улицам с друзьями, я замечал разнообразные объявления, наклеенные на столбах, автобусных остановках и на стенах домов. Как сейчас помню, одно из объявлений привлекло мое внимание больше остальных. На приклеенном к стене дома листе формата А4 была распечатана фотография женщины, одетой в странный белый наряд. Под фото была надпись «Мария Деви Христос». Это сочетание имен и привлекло мое внимание, когда я был еще совсем мальчишкой. Да, друзья мои, на пятом месте нашего непростого списка я разместил тоталитарную секту, носившую имя «Белое братство». «Белое братство» было основано в 1990 году двумя людьми – Юрием Кривоногим и Марией Цвигун. По образованию Мария Цвигун – журналист и даже была членом Союза журналистов СССР. То есть, словом, она владела и знала, как донести его так, чтобы ее услышали. Юрий Кривоногов, второй создатель секты, был кибернетиком и специалистом в области психического воздействия на личность. Потрясающий тандем. Лучшей гремучей смеси для достижения поставленных целей, мне кажется, и придумать нельзя. Лидер организации Юрий Кривоногов объявил себя Иоанном Крестителем, а Мария Цвигун стала Девой Марией, а также Иисусом Христом, невестой Христа и матерью Христа одновременно. Тяжело представить более тошнотворную мерзость. Однако это сработало на отлично, друзья мои. И люди не просто пошли в секту, они туда побежали. Адепты, среди которых была в основном молодежь, которая искала что-то новое после советского застоя, уходила из семей и примыкала к официально зарегистрированной в одном из районов Киева религиозной организации. Во что же верили эти люди? Они верили, что гражданка Цвигун, божество, матерь мира, мессия эпохи Водолея, живой Бог, новое воплощение Христа. Сама Мария Деви Христос утверждала, что видела Бога и ей поручена особая миссия. Но впрочем, так бывает, согласитесь, у многих, кто пытается создать новую религию. И у Моисея так было, и у Христа, и у Магомета. И это сработало. Основой для мифологии и убеждений Белого Братства были практически все большие религии мира, в том числе и авраамические, и буддизм, а также Рерих, Блаватская и прочие Нью Эйдж. В общем, все вподряд лишь бы выглядело и звучало максимально загадочно и поинтереснее. И, видимо, так оно и было, ведь отделения Белого Братства с последователями появились в России, Белоруссии и Казахстане. Вот тот самый ключевой момент, когда у всех у них в сектах начинает рвать крышу от власти и могущества. Ведь всегда можно сказать, эй, тихо, стоп, давайте на этом остановимся и будем просто тихо, мирно развиваться. И, быть может, даже получится сделать что-то хорошее. Но человек странный, существо, и когда у него появляется власть и вера в безнаказанность, никто не останавливается. Белое Братство, наверное, не попало бы в этот список самых опасных сект в истории, если бы не пару деталей. В 1993 году 660 членов Белого Братства собрали совершить массовое самоубийство. Мария Цвигун хотела, чтобы именно столько людей покончили с собой. Необходимо это было, чтобы убить дьявола. Ёлки-палки, меня всегда удивляло, почему у людей нет фантазии, почему если тоталитарная секта, то сразу самоубийство. А высадить клумбу цветов, чтобы убить дьявола не вариант, а построить детдом своими руками и подарить его многотетной семье. Тоже неплохая победа над дьяволом, по моему мнению. Доблестная полиция пресекла попытку массового самоубийства. И это единственная причина, по которой мир не узнал об одной из наиболее трагичных концовок для очередной тоталитарной секты. Знаете, что самое страшное? Если бизнесмен начинает верить в то, что он бог и что нужно самоубийство, он уже не бизнесмен. Он конченый шизик. То есть Цвигун и Кривоногов верили сами в то, что создавал их нездоровый мозг. Этот больной мозг и привел к попытке захватить Великий Киевский Софиевский собор. После этого Цвигун и Кривоногов были арестованы. История Белого Братства фактически закончена. Психические воздействия на членов секты было столь велико, что многим понадобилось два года, чтобы вернуть себе адекватное состояние. Кривоногов и Цвигун отсидели в тюрьме, вышли и их пути разошлись. Сейчас гражданка Цвигун взялась за старое. В 2013 году восстановила Белое Братство и собирает туда людей. И что вы думаете, люди идут? Белое Братство и их технологии промывания мозгов – пятое место в списке самых страшных сект в истории. А мы поднимаемся выше. Для создания любой религии, идеи, учения, церкви или секты не всегда в негативном смысле очень большое значение порой имеет время и обстоятельства в конкретном государстве или даже мире. Например, сейчас невероятно популярной массовой стала бы секта, основой учения которой была бы конспирология. Все без исключения идеи, существующие в современной конспирологии, смешать винегрет, довести их до абсолютного маразма и, доверив этот винегрет достаточно харизматичному человеку, он смог бы создать сейчас полноценную массовую церковь. Молодой харизматичный юноша Джим Джонс всю жизнь проявлял интерес к религии и видел себя в протестантизме. С самого детства он видел себя на сцене и мечтал стать харизматичным протестантским проповедником. И когда час настал, он оказался готовым к тому, чтобы получить в свое владение человеческие умы. Еще будучи молодым, он стал проповедовать на улице средь бела дня, представляя крупнейшую конфессию пятидесятников и протестантов Америки. И вот, как же все-таки важен фактор времени и места. Собственная протестантская церковь не любила Джима Джонса, несмотря на то, что он приводил новых верующих адептов. Церкви не нравилось слова Джонса о расовом, половом и социальном равенстве. Круто, правда? Особенно, когда речь идет о Соединенных Штатах, Америке и 50-60-х годах, когда антирасистские идеи становились все более и более популярными. Так и была создана христианская тоталитарная секта Храм Народов. Секта Храма Народов быстро стала популярной как и благодаря миссионерской деятельности, так и благодаря харизме проповедника. Который максимально много уделял времени в своих выступлениях идеям социального равенства и вообще социализма. Жаль, никто из прихожан в тот момент, когда еще все было хорошо, не знал, что Джим Джонс принимал наркотики, седативы и алкоголь в больших количествах. Именно поэтому он так много и часто носил солнцезащитные очки. За ними он прятал красные, уставшие, безумные глаза. Любой секте нужны чудеса. Когда речь идет о тоталитарном культе, то всегда эти чудеса будут липовые. Однажды сам Джонс и несколько его последователей напоили и одурманили наркотой одну из прихожанок. Убедили, что она поломала ногу, а потом свершилось чудо. Дип сняли, перед толпой сектантов больная встала из инвалидного кресла и пошла. Так Джим Джонс стал богом. Я много уделил времени Джонсу и храму народов и, конечно же, Джонстауну. Когда узнаешь его историю, может показаться, что не было никаких предпосылок для понимания того, что в конце истории покончат с собой вдалеке от родины 913 человек. А потом я услышал эту запись. Почему ты так себя ведешь, Уэлли? Я спас тебя от того, что хуже смерти. Отец, я тогда разозлился. Так ты никогда не исправишься. Я понимаю, мне сейчас от вас достанется, но... Джон, уйди. Сейчас мы его получим уму-разуму. Ты мразь. Вонючая, бандитская мразь. Что они не дели, что они месяц, от тебя нам новые проблемы. Ты меня, мразь, до инфаркта доведешь, ублюдок. Сука ты, вонючая, встанешь у меня на пути, тебе конец. Но разве то, как говорит этот человек, не заставляет задуматься, что нужно от него бежать? Помимо того, что он упивается злобой, он растворяется во власти над человеком. Ему нравится терзать. Ему нравится быть богом. Конечно же, члены секты Храм Народов тащили свои деньги и сбережения Джонсу, продавая недвижимость, и он чувствовал себя богатым и сильным человеком. Но в 70-е годы стали появляться статьи в прессе, где Храм Народов стали называть тоталитарной сектой. Родственники членов стали просить правоохранительные органы провести расследование, так как не могли найти и связаться с членами своих семей. Денег было валом. Джим Джонс мог сбежать из Штатов в Южную Америку или Азию и жить там, припеваючи до конца своих дней. Но быть богом интереснее, чем быть богатым. И Джим Джонс прихватил с собой тысячу своих последователей, основав в Гаяне, стране в Южной Америке, небольшое селение, названное в честь их бога Джонстаун. Там, среди плодородных земель, должен был быть построен социалистический рай, ведь тамошний бог так симпатизировал коммунистическим идеям. Для каждого руководителя тоталитарной секты подобный расклад просто фантастика, ведь люди вернуться домой не могут, у них нет денег. Они зависимы едой, ночлегом и медицинской помощью от Джима Джонса и его фанатичных ближайших помощников. А это значит бесконечная деспотичная власть. Психическое состояние Джонса из-за постоянного приема наркотиков усугублялось. Бедняга Джим Джонс стал терять рассудок. Он с утра и до ночи был недоволен людьми. Помните запись? Теперь было все хуже. Все бездельники, все предатели и не ценят его. Всем надо работать больше, меньше спать и меньше есть. Жители Джонстауна оказались так себе фермерами и еды постоянно не хватало. Люди вкалывали как рабы на галерах, не досыпали и не доедали. Конечно же многие родные и близкие, оставшиеся в Америке, хотели знать, что происходит с членами их семей. Выяснить это отправилась в Джонстаун делегация во главе с сенатором Лео Райаном. После того, как делегация провела в Джонстауне день, где им показали шоу, запуганный адепт из секта храма народов, один из сектантов сунул записку сенатору с признанием, как всем там живется ужасно и они хотят уехать. Далее все знают, что было. Джим Джонс отпустил немного людей, но вслед за ними послал головорезов убить всех отступников, журналистов и сенаторов. А потом он сказал, что все мы тут в храме народов должны покончить с собой. Боже, ну почему нет фантазии? Почему сразу покончить с собой? Почему никто не придумал? Сейчас мы все вместе сделаем прекрасные скульптуры, которые скажут миру, что мы думаем обо всем этом. Обязательно все должно заканчиваться самоубийством. Это такая бредовая пошлятина. Так они и сделали. Кто-то сделал это добровольно, кого-то заставили силой. Вот вам суперинтересная деталь. Джонс был такой гнидой, что он не смог сделать это. Он не смог сам себя убить. Он попросил сделать это другого, чтобы его застрелили. Все всегда в тоталитарных сектах заканчивается совершенно одинаково. Секта храма народов, четвертое место, друзья мои. А мы идем дальше. Когда тебя куда-то зазывает человек с таким взглядом, нужно, друзья мои, говорить сразу нет. Подписывайтесь на мой канал. Здесь царит психическое здоровье и гармония. Но иногда, мне кажется, даже если на входной двери в секту написать в конце «Мы вас всех прикончим», все равно будет какое-то количество людей, которых эта надпись не отпугнет. Маршал Эппл Уайт, основатель внимания уфологического, религиозного движения «Небесные врата», как и многие в нашей истории, с самого детства был религиозным человеком. Прежде чем стать главой секты, Эппл Уайт решил стать артистом и певцом. Он хотел играть в мюзиклах на Бродвее, однако там он потерпел неудачу. А еще Эппл Уайту нравились мужчины. И будучи руководителем одного из хоров, его выгнали оттуда за связь с одним из студентов. Видимо, Эппл Уайт считал порочным любое проявление сексуальности и влечения, так как он был религиозным, и это привело его к жуткому внутреннему конфликту. А еще он был шизофреником, чистейшим верящим в свои бредовые идеи. В 1972 году происходит ключевое событие в нашей истории под номером 3. Эппл Уайт знакомится с медицинской сестрой Бонни Неттлс, которая была членом Теосовского общества. В 1875 году это общество создало внимание Блаватской. Тут должно все стать понятным. Когда идеи религиозного шизофреника подогреваются человеком, помешанным на оккультизме, это до добра не доведет. Эппл Уайт однажды сказал, что почувствовал, будто знал Бонни Неттлс в течение долгого времени. Вывод в такой ситуации один. Они оба решили, что уже встречались в прошлой жизни. Эппл Уайт и Неттлс были уверены, что их возвращение на Землю было спланировано инопланетянами. Очень логичные выводы. Неттлс и Эппл Уайт решили создать нью-эйдж религию, которая будет заменой христианству. Почему так надо было сделать? Да потому что Эппл Уайту было видение, и не одно, что Новый Христос. Если бы ему было видение, что он перерождение какого-то дворника, о котором никто никогда не знал из Саратова, я бы, признаюсь честно, очень удивился. Считается, что именно благодаря медицинской сестре Неттлс Эппл Уайт сошел с ума окончательно, ведь благодаря ей он верил в каждую чушь, которую выдумывал. Эппл Уайт и Неттлс в какой-то момент поняли, что новому учению нужны последователи. Именно по этой причине он решил заняться миссионерской деятельностью и стал ездить по стране в поисках лохов, которые на полном серьезе могут принять кашу, состоящую из христианства, оккультизма, мистицизма, трудов Блаватской и научной фантастики. И как это всегда бывает, последователи все-таки нашлись. Как говорил сам Эппл Уайт, у них качество последователей превосходило количество. И с этим я категорически не соглашусь, так как, видимо, критичного мышления ни у кого там вообще не было. Итак, подкопив достаточно денег, община Небесные Врата покупает раньше в штате Нью-Мехико на 40 акров. Там они готовятся к тому, что их отсюда заберут инопланетяне на летающей тарелке с этой порочной, ужасной планеты, где им так одиноко, и никто их не понимает. Золтан. Пророчество наконец-то исполнится, и мы отправимся в космос. И вот Эппл Уайт говорит своим последователям, собирайте манатки, мы сегодня уматываем на Альфа-Центавру. Все собрались, пошли в чисто поле и стали ждать. Прождав всю ночь, ничего не случилось, и они расстроены и вернулись домой. Это ли, друзья, не повод задуматься всем и Эппл Уайт, у которого деньги явно не интересовались, что что-то здесь не то, какой-то разводняк. Но нет, никто даже не усомнился в Эппл Уайте. А потом он и сказал, что секс и влечение – это зло, и мешает им, бедненьким, думать о духовном. И пол существует только у лицеферианцев. В общем, он сказал, нужно себя скопить мужчинам, то есть кастрировать. И после того, как он сам это сделал, так же поступили все остальные мужчины. То есть все не закончилось, просто предположением, может быть, нам нужно это сделать. Вы поняли? Они взяли себе и... Все. О да, Эппл Уайт, наверное, самый опасный из всех харизматичных лидеров в нашем списке. Ведь его последователи делали все с удовольствием и верой, что так и надо, и это правильно. А ведь он никого не бил и не унижал. Это вам не Джонстаун. Он делал все с добром и миром. И его технология промывки мозгов была совершенной. После того, как о секте уфологов стало известно всей Америке и о них стали снимать сюжеты для новостей, они уединились, стараясь быть от людей подальше. Мир не заметил и даже не знал, что когда в небе над землей в 1996-1997 появилась комета Хейла-Боппа, шизофреник Эппл Уайт сказал своим последователям, а вот и комета, рядом с ней летит космический корабль, он летит, зайки за нами, и после того, как мы лишим себя жизни, наши души попадут на корабль, и мы улетим отсюда и будем счастливы. Ну что за логика такая? Зачем для этого убивать? Пусть он приземляется, мы, значит, с вами зайдем. Все как-то, знаете, чинно благородно, так сказать, по-православному. Записав обращение к человечеству, где израненные, одинокие, несчастные люди, я правда так считаю. Я считаю, что это были обманутые, очень хорошие люди, которых возглавлял больной шизофреник, они сделали добровольно, с счастливой улыбкой, то, что предложил им Эппл Уайт. Я видел одну видеозапись, где чудесная, тонкая, израненная женщина, которая всю жизнь, наверное, была безумно одинокой, рыдала, искренне, держа за руку члена секты, что наконец-то они это сделают, наконец-то они лишат себя жизни. Я вас уверяю, что среди харизматичных лидеров, способных воздействовать на чужой разум, Эппл Уайт был самым страшным. Заметьте, третья секта, и все о суициде и конце. Жуть, бредовые идеи небесных врат, их печальная история, третье место. Пришло время подняться еще на одну ступеньку выше. В 11 лет Дэвид Кореш, мальчик, у которого были очень большие проблемы с обучением, знал наизусть всю Библию. Дэвид Кореш был очень одиноким ребенком и много проводил времени наедине с самим собой. Когда формируется личность, нелюбимая родителями, подвергшаяся насилию, не знающая мысли других людей, знающая лишь некое конкретное религиозное учение, это может закончиться очень плохо. Ведь твой внутренний мир, то, что в нем происходит, становится единственным существующим миром. И если кто-то думает иначе, это должно быть исправлено. На втором месте я расположил историю Дэвида Кореша из секты ветвь Давидова, которая когда-то поразила весь мир тем, что смогла 51 день противостоять осаде, вооруженным до зубов силам ФБР и полиции. Итак, в 1981 году Кореш переехал из Хьюстона в Техас, где примкнул к секте ветвь Давидова. Быстро сориентировавшись, что к чему, Дэвид закрутил роман с главой секты Луис Роден. Это привело к тому, что новичок, умеющий выступать и харизматично рассказывать часами о Библии, стал претендовать на лидерство в секте. Однако такое положение дел не очень понравилось ее сыну. И Кореш вынужден был покинуть... Кореш или Кореш? Вот это интересно. И Кореш вынужден был покинуть организацию, прихватив с собой 25 последователей. После того, как сын Луис был со временем обвинен в убийстве, ну, то есть хорошая компания собралась, Кореш вернулся в секту и провозгласил себя ее лидером. Никто этому не сопротивлялся, потому как Дэвид умел проповедовать. После того, как Кореш стал лидером, ветви Давидовой началось самое интересное. Все мужики одинаковы. Я так лично не считаю. Но когда смотришь на их действия, когда у них оказывается власть, все идут одним путем. И это ужасно и омерзительно. Дэвиду Корешу вдруг приходит религиозное озарение, что он сык бога. Как оригинально. И что все женщины в секты Ведв Давидова должны заниматься с ним сексом и рожать ему детей. Очень удобно. Находчивый мужик на самом деле. И как вы догадались, никто не возражал и никто не покинул Ведв Давидова, что доказывает, что человек не самый умный вид на земле. Конечно же, как утверждал Кореш, скоро апокалипсис. Ну да, тоже еще одна оригинальная идея. И только те, кто рядом с ним, кто почитает его, спасутся. Чтобы спастись, нужно передать все финансы, которые есть у членов секты, ее лидеру. А еще, чтобы заработать, нужно торговать оружием. Основное время последователи Кореша занимались физической подготовкой. К Армагеддону изучали Библию. Сам Дэвид готовился к Армагеддону, смотря военные фильмы о Вьетнаме. Фантастика. Последователи ветви Давидовой, все 82 человека, жили вдалеке от города на ранчо Маунт Кармал. Когда американское бюро табака, алкоголя, оружия и взрывчатых веществ получило информацию, что на ранчо хранится оружие, они прибыли туда с ордером на обыск. Так началась осада властями США, за которой наблюдал весь мир в прямом эфире и которая длилась, страшно подумать, 51 день. Кореш неплохо отбивал нападки властей, ведь оружия у него было полно. Дэвид Кореш считал, что это осада и поиск ФБР и есть тот самый начинающийся Армагеддон. Как вы думаете, какой итог этой истории? Ну, конечно же, как и у всех остальных до этого. Так как провизия у ветви Давидовой за 51 день закончилась, как и боеприпасы, Дэвид Кореш, как и все остальные лидеры тоталитарных деструктивных сект до этого, заметьте, абсолютно всех принял решение о массовом суициде. 82 человека погибло после того, как ветвь Давидова подошла в дом. Причина, по которой я историю ветви Давидова, а точнее Дэвида Кореша поставил на второе место, его банальная, но очень мощная самцовая агрессия. Я всех буду иметь, несите мне деньги, я всех перестреляю, такой себе религиозный Тони Монтана. Ну что ж, друзья мои, наконец-то мы добрались до первого места. Скажу вам сразу, ставить эту секту на первое место мне очень непросто, и более того, скажу, опасно. Ведь эта секта по нанесению ущерба и кровавости не сравнится ни с кем, ни с чем. Дело в том, что последователи этой секты по какой-то неведомой мне причине верят в то, что их бог, который имеет право опираться на свои моральные и нравственные воззрения, может уничтожать людей сотнями миллионов. При этом во имя него убивать можно спокойно, за это гарантировано Царство Небесное. Эта секта, ее последователи, как и в остальных тоталитарных сектах, верят в конец света и в то, что лишь их бог может их спасти, а тех, кто не с ними, их бог имеет право мучить, наказывать страшным образом, гарантируя вечные муки. Этот бог не наказывает своих пророков за инцест, за секс с несовершеннолетними, за военные походы, которые призваны утвердить власть этого бога. Эта секта на полном серьезе верит, что можно убить младенцев ради того, чтобы один народ покинул какие-то земли или верит, что адекватно попросить убить сына пророка, чтобы тот доказал верность своему богу. Они верят, что ценой миллионов смертей можно освобождать земли, святыни и насаждать свою веру. Представители этой страшной секты во власти многих стран. У этой секты есть триллионы долларов и они тратят их не на науку и медицину, а на оружие. Ведь так же, как и они, в их святых писаниях их бог очень агрессивный. Все бы ему судить, наказывать, разрушать и пугать, что вот-вот я к вам приду и буду всех судить. Эти сектанты верят, что их бог всемогущ, но вместо того, чтобы и навести порядок в экономике, с абортами, с эрозией почвы, он тупо ноет и страдает, что какой-то процент людей, видите ли, в него не верят. И все за это должны постоянно на протяжении многих тысячелетий почему-то просить прощения. Дети, больные раком, должны простить прощения. Не знаю, миллиард нищих индийцев должны просить прощения. Погибающие от засухи и голода африканцы должны просить прощения. Вот все постоянно из-за того, что он ноет по причине и без. То есть, даже ничего не надо делать плохое. Все равно должны просить прощения. В общем, если размышлять логически, он неврастенник и бездельник, достоин искреннего презрения. И я не стесняюсь и не боюсь это говорить. Хуже всего, что сектанты верят, что их бог убил своего сына. И это нормально. Ведь была какая-то личная причина, по которой можно и нужно было все это делать, чтобы мы все потом в итоге сказали, ааа, так вот в чем дело. И если ты с ними хоть в чем-то не согласен, значит, ты злой, ты работаешь и служишь их другому злому богу, причем они в него тоже верят, как и в первого, антагонисту первому. Ты будешь гореть в аду, и лукавый бес, ты и мерзавец, ты и подонок, и не важно, что ты может быть хороший, моральный, нравственный, добрый человек, занимающийся благотворительностью, ну просто вообще никаким образом себя не проявляешь в религиозном контексте. Тебе просто это по сути по барабану. Если ты не с ними и высказался о них не так, каким этого хотелось бы, ты мерзавец. При этом они имеют полное право высказываться вообще чем угодно. Ведь с ними их жестокий, властный, ленивый бог, который как две капли воды похож на каждого из них и на тех лидеров тоталитарных сект, о которых я только что высказывался на протяжении всего ролика. И мне не страшно это говорить. Первое место в списке самых страшных сект в истории авраамическая секта и все ее ответвления. Секта, захватившая мир и превратившая его в ад, в котором мы все сейчас живем. Знаю, что опасно, но, как писал Булгаков, в собачьем сердце у самих револьверы найдутся. Ясно? Берегитесь любых сект, если учение конкретно не отвечает на конкретные вопросы, если оно не делает вас счастливым, любивым, здоровым, успешным, сытым и, главное, самостоятельным, бросайте это учение, эту философию или религию в печь. Если ты посмотрел это видео, мой друг, ты и есть настоящее сопротивление, гегемония, мировой тупости и тем, кто ею правит. С вас подписка, лайк, комментарий и жмите колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Не забудьте подписаться на мои соцсети и приобрести книги все координаты и ссылки в описании. До встречи и помните, друзья мои, грядут перемены. Не забудьте проголосовать сегодня за мою сестру в танцах со звездами. Спасибо всем большое, очень по вам соскучился, теперь мои выпуски и видео будут выходить значительно чаще, потому что я по идее вроде все написал и все, что мне остается это готовиться к выпуску книги. Все, всего хорошего, я вас всех очень люблю, пока!